Залпы русско-японской войны отгремели 113 лет назад. Однако эта кровопролитная и непобедоносная для России война, нет-нет, да напомнит о себе. Так буквально на днях южнокорейские исследователи обнаружили в Японском море броненосный крейсер Дмитрий Донской. Он входил в состав Российского императорского флота. После Цусимского сражения на пути к Владивостоку вступил в неравный бой против шести японских крейсеров и четырех миноносцев. В бою он получил тяжелое повреждение. Команда отказалась сдаваться в плен и приняла решение затопить корабль. Затонувший 113 лет назад крейсер нашли на глубине 434 метра вблизи острова Улында. Корпус корабля сильно пострадал из-за многочисленных пробоин от японских снарядов. Однако палуба находится в хорошем состоянии. Корейская сторона заявила о намерении организовать подъем корабля на поверхность. Российские историки считают, что он мог неплохо сохраниться, поскольку крейсер бронированный, у него толстая обшивка, которая выдержала коррозию. Сама находка замечательная. Если корабль поднимут, это станет уникальной операцией. Насколько я помню, после Цусимского сражения ни одного затонувшего корабля не поднимали. Это важное историческое событие. Одна из интриг этой находки та, что предположительно на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью почти на 133 миллиарда долларов США. Однако эта информация не подтверждена. Какой смысл было вести на военном корабле такой ценный груз? Корабль шел на войну, была угроза затопления. Впервые слышу об этом. В судовой кассе могли быть монеты и слитки, но маловероятно, чтобы их было очень много. Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей началась нападением японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Закончилась она поражением России в 1905 году. Владивосток, в отличие от того же Порт-Артура, в этой войне практически не участвовал. Вернее, сыграл в ней роль глубокого тыла. И однажды был обстрелян вражеской эскадрой. Мест в приморской столице, напоминающих о войне, которую хотели забыть, немного. Одно из них – вот этот единственный официальный памятник героям русско-японской войны. Памятник представляет собой скульптуру, изображающую архангела Михаила, покровителя небесного воинства. По священии написано – героям русско-японской войны от благодарных потомков. Но чтобы потомки проявили свою благодарность, понадобилось более ста лет. Закладка первого камня монумента состоялась 24 июня 2006 года. Ну а торжественное открытие состоялось спустя полгода – 16 декабря. Строительство освящал лично архиепископ Владивостокский Приморский Вениамин. Памятник расположен по соседству с музеем ТОВ. Именно в стенах военно-исторического музея Тихоокеанского флота представлена единственная экспозиция, посвященная драматическим событиям русско-японской войны. Здесь собраны уникальные подлинные экспонаты. Фолрепная доска с крейсера «Варяг», личные вещи командира корабля «Руднева», модели крейсеров «Варяг» и «Корелец», броненосца «Петропавловск», награды и оружие защитников Порт-Артура, их форменная одежда и личные вещи. Пожалуй, единственное место, которое можно в полной мере назвать памятным, когда говоришь о русско-японской войне, это захоронение нижних чинов крейсера «Варяг» на морском кладбище. История самого захоронения, кстати, тоже по-своему героическая. Достаточно сказать, что оно частично было оплачено японцами. Все погибшие при ранениях русские моряки изначально были похоронены на европейском кладбище возле корейского города Инчхон, который тогда еще назывался Чимульпо. Но поскольку уход за могилами не был организован, по настоянию общественности прах погибших моряков позднее перенесли во Владивосток. Эксгумацию и доставку останков до границы с Россией взяло на себя правительство Японии, предоставившее также почетный караул, гробы и железнодорожный вагон. Захоронили героя в 1911 году. На следующий год, в сентябре 12-го, над могилой был сооружен памятник, который со временем стал главным напоминанием о подвиге русских моряков в той войне. Возвращаясь к затонувшему крейсеру, отметим, что позиция правительства Южной Кореи по вопросам возможного подъема крейсера Дмитрия Донской пока неизвестна. А юристы отмечают, что корабль принадлежит России. Факт его нахождения в территориальных водах другого государства не дает автоматических прав Республики Кореи на присвоение крейсера и найденного на нем имущества. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова